Здравствуйте! Я предлагаю сегодня вспомнить двух наших великих предков, предшественников наших на научном поприще, Циолковского и Ломоносова. Вот как. Все знают такое вот слово «кинетическая теория теплоты». Правда? Вообще-то говоря, кинетическая теория теплоты принадлежит Максвеллу. Это о том, как, вот о чем речь идет дело. А что такое горячо? Это там, где быстро движутся молекулы. Они движутся, бегают, сталкиваются. Чем быстрее, тем горячей. К этой модели, вот такой вот модели, сам своим умом пришел в свое время Циолковский. Он был такой скромный провинциальный учитель епархиального училища для девочек и размышлял иногда о возвышенном. Вот, например, вот об этом деле, о кинетической природе теплоты. Он написал статью на эту тему, послал ее в Петербург, в химическое общество. Там дали ее на рецензию Менделееву. Менделеев говорит, вообще идеи-то правильные, но это все уже у Максвелла есть. Но он ему соответствующий доброжелательный отзыв послал. Во всех учебниках наших, вот про это мало пишут, а вот во всех наших учебниках вспоминают, что Ломоносов тоже был сторонником кинетической теории теплоты. Даже более того, он был в каком-то смысле пропагандистом ее в политическом плане. Я вам сейчас расскажу, о чем идет речь. У него есть работа, называется она так примерно, о преумножении населения российского. Он изучает проблемы, которые способствуют снижению численности населения, замедлению репродукции населения, воспроизводства его. Например, он говорит о том, что очень большая смертность в районе, в начале поста и в конце поста. Вот они перед постом заговеть надо, заговинки объедаются. Они это, значит, последователи религиозного учения православного. После поста объедаются опять, долго не ели. Особенно, говорит, он ругал, критиковал священников, которые утверждают следующее, что крестить детей нужно в святой воде без каких-либо добавок. То есть берут они зимнюю воду со льдом, зимой, если дело происходит, и, значит, начинают обряд крещения. И ему, говорит священнику, двойная выгода. Сейчас он окрестит, ребенка простудит, а потом опять, вот, значит, отпевать ему придется. И он статистически показывал, что зимой смертность детская выше, чем летом. Вот. Ну, в частности, он, как считалось, все вообще из-за этой причины. А священники, говорят, оправдывают это с чем? Что мы, говорит, туда теплород добавляем, когда воду подогреваем. Ничего подобного. Нужно, говорит, обязательно их подогревать. Обязательно. И будут подогревать, как миленькие, смертность снизится. Вот. Как, кстати говоря, представлял себе теплоту, простите, ломоносов. Значит, мы сейчас себе в среднем за Максвиллом и Циолковским представляем, как движение молекул. Да? А он представлял, как вращение молекул. Немножко по-другому. То есть, вот, берете вы теплое тело, и берете холодное тело. И вот в теплом теле все молекулы быстро-быстро крутятся. Так он считал, они быстро крутятся. Мы сейчас говорим, они там колеблются очень сильно, с большой амплитудой, поэтому тело горячее, поэтому оно расширяется. Нет. Они, говорят, быстро-быстро крутятся. И вот мы такое тело, где эти молекулы крутятся, подносим, приводим в соприкосновение с холодным телом. Что будет происходить? Эти крутящиеся молекулы начинают приводить во вращение молекул из другого тела. А эти все молекулы крутятся и друг с другом стыкуются, да? Вот одно крутится сюда, другое ему навстречу, да? Они же так вот трутся. И вот это все, одно тело нагревается, а другое тело охлаждается, вот за счет такого вот фрикционного взаимодействия. То есть, горячие молекулы просто быстро крутятся, а холодные молекулы медленно крутятся. Такая была гипотеза Ломоносова. Ну, это интересная гипотеза, любопытная в любом случае. Хотя она и неправильная, но это шаг в правильном направлении. Вообще, я вам так скажу, в науке любая научная истина, она опровергаема и будет когда-нибудь опровергнута и уточнена. Спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ, удачи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok